Пришел один брат и говорит тут в огороде не в огороде нашей территории большой крот появился. Он начал собираться. Где у нас штыковые лопаты? Почему их здесь нет? Штыковой лопаты ни одной нет. Пришлось тут ломаную какую-то нашел. Выпрыгал ее. Черешок взял. Лопаты перегнута, а она вперед перегнута. Вот где лопатка. Столько лопаты включили все. Можно сказать, что у меня все готово. Что для этого нужно? Лопата остро наточенная. Так, подожди-ка на место положить. Большой оселок. Так, сегодня Витя вернул нам эту мешочек возьми. Литя вернул нам литовку. Угу. Все, пойдем сейчас. Значит нужно панельки брать четыре. Лопата. Ну и в ведре четыре сапкана. А шарик где? Повели? Да, в лагере. О-о-о-о-о. Смотри-ка. Какой царовой тут. Господь наградил. Вот так. Желательно, чтобы в рукавичках работать. Что получается у меня? На цепочке. Сам сделал это дробот, наверное, Андрей сделал цепочку. Он обрывает все. Колышек. И фанерку одну. Сейчас я разнесу. Так, где следующее уже? Вот оно где. Вот небольшое. А здесь еще? Так. Вот он тут. Еще один. Ну, значит, правильно взял запасной четвертый. Четвертый. Ну и вот этот четвертый. Там дальше нету, да? Нет, не видать. Ну, значит, туда, вон туда. Вот он где просовывает. Взять какие кущи. Это очень серьезные просовы. Ну, и вон еще следующее. Говорят, ловить специальные капсаны. Ну, где специальные это возьмешь? Видишь, какое все. Специальные. Надо привязывать сейчас. Он отрывает их. Отрывает и уходит. У меня завязка есть. Сейчас я сделаю. Это что получается? 60 см на 40 см. Это еще дождь прибил. А где дождь не прибил, так там еще больше хуже. Это меньше, чтобы запаху было. Сейчас я уберу. И подумал я, что так будет. Лопату-то натащил. Теперь на лопате лишнее убрать. Вот так. Вот так. Вот так. Где он у меня тут? Вот так. Вот так. Не приготовлено было. Я когда здесь потеряевка началась строиться, кротов морил. К ней ничего не сделать. Да как не сделать? Я договорился. Как поймаю? Пол-литра сливок. Невозможно косить было. Я 50 кротов поймал больше. У нее шкура хорошая. На стельке идет. Так. Что-то там давал ты менять? Да. Давай-ка сюда. Тут дождь прошел. Сейчас покажу, насколько это возможно. Это не крысу ловить. Это крот. Надо знать повадки его. Бывает такой крот. Вот поставлю капканом сколько. Он все капканы забьет землей. А сам уйдет. Ну, запах какой-то остается. Он делает там линию трамвайную метро. И ходит из одного в другого. Поэтому надо метро раскрыть. И там метро поставить. Ножа нету. Что ж. Без ножа обойдемся. Вот так. Даю тебе назад. Господи благословей всегда. Это, конечно, плохо. Все тварь дышит в славе Бога. Господи благословей помилуй. Сейчас у нас час дня 25 июня. Посмотрим, что будет. Значит, нужно найти, где у него выход. А это делается так. Лопатой. Я, к примеру, уже догадываюсь. Вон туда она идет. Значит, где-то вот она еще одна. Вот она идет. Значит, между ними где-то вот здесь вот у него соединительный. Канал. Ну, глубоко он не берет тут. Он делает канал. Не попадаю. Его надо вскрыть. И дальше только ходит, щервиков собирает. Там щерви, которые проходят. Видишь где? Вон он куда пошел. Вот он. Он хорошо тут поработал. Хорошо, но он труженик. Он работник. Настоящий. Это бобер подземный. Ну, еще он не строит, конечно. Бобер это круто. То ли твердо, то ли глубоко. Здесь что-то было? А? Что-то вроде здесь у вас было? Ну, вроде было. Вроде Володя. А кто его знает, тут или нет. Надо найти где. Не зря, чтобы копать. Вот где провалится лопата легко. Идет прямо, чувствуешь. Вот где пахано, там и налегко идет. А тут целина. Я вижу тут, вон куда он ушел. Нет, это муравей. Я не могу найти его где. О, нашел. Вот он где. Видишь где? Вот. Теперь в этом месте надо вырыть, отрезать, ломать. Вот такой примерно. И опять туда же его поставить. Потом. Чтобы не попадал даже воздух. Иначе он не пойдет. Перекрыть ему все ходы. Ну, он сейчас испугается, где-то забьется. А потом он вылезет. Слышишь? Что-то не идет у меня. Сюда и на, что ты хочешь. Сюда и нет. Сюда и нет. Обманная. Нету. Ох, какой хитрый. Обманул. Это не он обманул. Земля обманная. Ох, какой хитрый. Ох, какой хитрый. Ох, какой хитрый. Он даже не знает где взять его. Что-то где-то здесь. Трудность то, в чем заключается, что солена и он может взять намного глубже, чем обычно. Я его не могу взять. Надо посмотреть, найти, не под кучей копать, ну вот здесь вот прямо идет лопата. Опять пошла. Попробуем здесь. Я взял 4 каптана, это 4 выхода, надо найти. Попробуем. О, нашел. Вот она нора. Вот он норку делает и туда землю выталкивает. А куда девать-то? Когда метро строят, там же уводят, куда-то далеко уводят. Вот. Теперь нам надо найти, куда он дальше идет. Ага, вот он где. Вот он где идет. Вот он с земли дошел, здесь ее забил окончательно. Вот она где. Но забил, не забил, а чувствуется, что это его работа. Ну туда влево пошло. Ну да. Туда пошло. Опять искать надо. Вот она пошла куда. Вот он пошел. Вот там забито. Здесь вот он где идет. Вот он, главный канал. Вот он пошел. Вот тут уже понятно все. Вот отковыриваю что-то для капка на место. Разрехляешь. Землю выгребаешь. Желательно в рукавичках. Желательно, чтобы они у тебя не стиранные были. землей пахли. Вот у меня они такие примерно и есть. Во! Теперь надо делать такое углубление, чтобы капкан лег туда. Никаких травинок не должно быть. Он знает, травинки не было. Он сразу насторожится. Иногда бывает, ставишь два капкана. Вот он. Почему здесь легко пошло, не знаю. Ну, черви там идут. А червяк знает, что еще впереди нет. И вдруг пустота. Он выпадает в нее. А он потом идет и собирает, что требуется. Дань. Готовые шоколадки лежат. Так, попробуем как сработает. Нет. Нормально. Это грызун. И очень много портит. Портит все. Если он попал, там грядка морковки. Ни одной морковки не оставить. Подроет и съест. Вот сейчас мы его насторожим. Маленечко припорошить. Вот так. Иногда он затягивает его очень далеко. И не достанешь, и капкан теряется. Поэтому... Вот так. Теперь картоночкой закрываем. Где-то много травы вокруг. И все заштукатурить. Чтобы не поддувало. Чтобы он не догадался, что тут ветер проходит и метро разрушено. Все. Один поставленный капкан. А потом все это разровнять и не так и... Так, где тут еще? Вот он где. Ну догадайся, с какой он стороны. Разрывать не кучу. А возле кучи нащупать место. Дырку. Отверстие где? Нету? Совсем нету. Ну, как все. Вот. То ли земля такая, то ли нашел. Так, да. Я их переловил только... Один вот сейчас. А сколько всего? Приходит. У нас под такой покос, говорит, и все, загадил. Ну, помогите. Ничего нельзя сделать. Ну, и, наверное, называть его Иврашка. Тут был у нас один. У него на огороде он появился. Ну, и он грехнулся прям от горя, мужик. Геннадий Гринин, кажется. Крестился Геннадий. Был Гавриил. Потом раскрестился. Уже уехал куда-то и запился. И вот у него эта история была. Он появился в огородчике. Еврашку на меня Игнатий наслал. Батюшка говорит, да как же он может? И колодец рядом. Комары. Это Игнатий наслал. Заперся и сидит. Ну, я туда пошел капкан поставил в огороде. Правда, попортил. Много у него. Поймал и показывал. Ну, вот Еврашка. Ну, вылазь из комнаты-то. Чокнулся мужик. Пьет лишнее. Ну и вот. Еврашки нет. А теперь что? Теперь у меня не получилось здесь. Вот где тут найдешь еще? Такая трава высокая. Где обычно... Нет, не дерется. Даже лопата не берется. Я вот расстаял все. Расстежал. А теперь у него соседлезает. Вот. Вот. Смотри. Вот нашел. Прям сразу попал. С первого тычка. Он бывает глубоко берет здесь. А лопата не берет так глубоко. Вот он, Еврашка. Вот у него дырка. Вот эта дырка, которая у нас забита. А вот эта, которая идет, это идет с продолжением куда-то. Ну, тут никуда не идет. Он дошел и вернулся. Тут может не попасться. Но он может проверять. Смотри, какая хорошая. На веревочке отгрызает и уходит. Верещит. Иногда попадется. Умирать неохота. Ага. О, хороший. Ход идет дальше. Не тупиковый. Он слышит, что делаем мой. Он не знает, что мы делаем. А когда все успокоится, там, часов в шесть пройдет, он начнет помаленьку приходить в себя от этого. Смотрите, как все это человеку дано. Хозяин человек природы. Нормально. Давно не брался за них. Вот приехал, а мне показали. Показали ни в одном месте. Я никуда не пошел. Но это наш участок. Тут тыкать не надо. Он не затащит, он поперек встанет. Где много тут щели заткнуть. Тут больше не отступать. Отступиться. Два. Вот такой третий. Где у нас тут еще? Он здесь дальше нету? Надо посмотреть. Нету, ну да далеко уже. Нету, нету. Мне кажется, где-то там еще было, нет? А? Там вроде где-то было. Ну, может быть и там. Может быть нет. О, совсем свежая после дождя. Вот смотри какой размер его. Два. Метр. Куда теперь отсюда он пошел. Надо определить. Вот еще куча тут, рядышком. Ну, значит где-то здесь. Вот эти маленькие кучки. Это может быть не сегодняшние. Так, куда же он пошел-то? Вот. Если нигде больше нету. Траница огромная. Анфиса наших девочек моет в бане. Вот они в бане. Каждую неделю вон они уже помылись. О, накрутили на голову. Посмотри. Наши красавицы. Сопровождают их. Баня по белому. Истопите мне баньку по белому. И от белого свету отвык. Хорошая песня. О, помылись? Да. Намылись? Да, да. Давай домой. Девчонки. А там еще дверь. Вон они идут. Так, из деревни кто-то приходит. Ну, контролирует, моет, проверяет. Так. Я, значит, не решусь где копать-то. Вот туда пошел. И туда пойти. Там еще. Вот, глянь, ткнул только. Ещё-то у меня пошло легко. Это на одного крота. Он не в наличии. Два раза не бывает. Это так. Суслики, крысы компанейские. Суслики любят быть вместе. Нигде ничего нету. Просто земля размокла. Вот так. Обманная. Ну, что тут сказать. Где-то еще. Ну, это тот совсем новый. Даже идти никуда не охота. Это я ему здесь прокопал. Теперь вот здесь попробуем. Нигде не нащупывай. Твердая земля очень. Поэтому искать трудно. А когда мягко, так только вокруг обкопаешь и где-то найдешь. Искать не под кучей. Брат, иди в баню. Все, давай. Прямо сейчас. Может быть, пошел куда-то дальше. Попробуй. Последняя и последняя. Это тупиковая. Надо просечь траву. Она одинаково идет. Нигде нету, чтобы... О, вот тут может быть. Это значит, он где-то пошел. Тут еще не вышел. Мы его, может быть, поймаем прямо сейчас. Если он здесь, он кинется по этим каналам. Тут тупика. О, попали. Смотри, как они. Ох. Вот она где. Вот она. Это у него разворот. Поменем-ка молодость. Кого не ловили, кого не стреляли. Я с ружьем под подушкой вырос. У нас никого не было. У меня несколько оружий, чтобы в любой момент об окно выскочил. Тренировался все время. В порточке, это, кстати, открываются окна. Везде у меня ружья были. Патроны подтолкнуты. Пойду пости, ребятам скучно. У меня накуплю ножи длинные. Я метать и все. Ну, так уж редко, когда не попадешь. Упать, лазить. Веточку достал по ветке, чтобы на дерево забрался. Одними руками без ног. Нырять там. Ну, тут Господь давал силу. Легкие, хорошие. Вот он, как раз. Вот его работа. Вот он. Это его, там мы ему перекрыли. Видишь, какой? Где он? Это его деликатес. Вот этот грилбер, он бы съел его. Вот он где. Я его положу обратно. Это у него туда ход пошел, да? Да, он туда. Он туда ушел. Ушел туда куда-то. Но он не вылез туда. Он здесь. Это вот самый близкий, где может попасться. Я поставлю два капкана. Сусликов я один день поймал только 70 штук. Сдавал. Крысы. А куда, говорит, кошек делать? И белых из них делать будем. Вот так и это. Ни откуда, ни рубля нет. Надо самому было все зарабатывать. Велосипед купить. Учиться в корщины. Если я узнавал где-то что-то страшное с одним. Ночью. Сейчас даже трудно поверить, что я ночами водил машину. Ночами. А другой днем. Зарабатывали он. Не я зарабатывал. Тот, кто возил. Он директора, что ли, возил. Он меня брал с собой и ущел. Вадим звать. Так. Где-то у нас что, мы ставим? Третий. Я сразу поставлю два здесь. Здесь очень перспективный угол попался. Нормально. Видите, вот ты сказал. Он сразу в дело. Вот привязано все. А где еще один? Где-то еще должен быть у нас один. Оставлю здесь. Там одной хватит. Надо запомнить то, что два. Веревочка мне не нравится. Но делать нечего. Сладенький. Вот интересно. Одна же попался крот. И на голове у него такая, как Африка на взлобе. У Горбачева. Я решил, что пускай такой плодиться. Взял его, отпустил. Вынес он кого слепой там где-то. Начал маленько рыть. В это время Надежда Застерина пришла. Еще ей какой-то чурка нужна была небольшая такая. И она пошла. Пошла. Он в кустах завозился. Она испугалась. Ой! Кинула в кусты. Почему в кусты? Прямо на него попала. Убила. Переживала. Вот оно что у нас. Это все показывать. В деревне что умеет человек делать. Это я маленьким пацаненком был. Все это делал. Как выливать сусликов. Как оббирать. Как это шубу-то носят. Ой-ой-ой. Увидали я голубей колю как. Лицемеры. Лицемеры. У них еще нет. Они вокруг моей колокольни подвизгивают все время. Сейчас шершней жалеют язычники. Ну. Один и тот же видать перерегистрируется. Но их больше ничего нет. Так. Я лопату втыкаю здесь. Он ее не увидит. И оставляю. Все на этом. Да и бедро оставлю. Так. Где она у нас? Ага. Здесь. Так. Давай потихоньку выйдем отсюда. Господи благослови. Избавиться от него. Капканов куча. Седешь, ставишь. Это не один. Полюс. Здесь там много кротов. Походи вперед. Ну и работаешь по ним. Вы до конца прошли здесь? Нет. Даша не пилили? Нет. Ну, значит, в следующий раз. Непогода какая-нибудь будет или еще. О! Схоже на какая трава. До бороды. А до бороды это значит метр двадцать пять. Или метр пятьдесят. А вот это вот все обтянут. Это хмель. Здесь много было, чем мы убирали. Далеко-то наклоненная была очень большая ветлина. Вот это почти в рост. Вот. Говорили, что нет, нет его дождя. Мы начали молиться. Уж не знаем, как. Господь услышал кого-то. И дал дождь. И дожди пошли такие с грозой. Видите как. Ну, это тут косить будут. Надо все лишнее убрать. Хмель тоже на что-то годится. А Шарик, наверное, забрал этот. Никита? Наверное, он в лагере. А? Он в лагере. В лагере. Вот он где. Видишь, что он куда залез. Сделал себе. А это что? Сорочинное гнездо. Мы работали, нашли его. Вот оно. Ну, тут уже дождей, снег. Вот это. Она его, видишь, как делает. И уделала, глиной умазала. А сверху вот такие палочки. И туда просто так коршун не залезет уже никак. Она больно бьет. И когда у человека крыша слабая, говорят, как сорочинное гнездо. А тут у него холодная вода. Надо почистить, другой воды налить. Давно не меняли. Давай-ка поменяем шарику. Вот так. В деревне всегда есть работа. Вот тут уже заснуло. Давно тут не были. Давай-ка подождем туда. Как колодец сделали. Без Павла нас тут не сделать ничего. Тренога. Как он палец поднимал, вот эти кольца. Вот. Какая забота. Все время две голубятни. Накормить. Напоить. Сейчас заменил всю у них воду. Вот так. Чашка еще военная. Сейчас таких не выпускают. Вот так. Видишь как? Помыл ему. Он сам-то не может. Песек удивительный. И ты из всех знаешь. Придет Анфиса или кто из деревни. Такая же девчонка. Таким же ростом. Лает из себя выходит. Дескать чужой пришел. Вот так. Накачали. Вода-то пить можно. Чистая. Чистая какая-то. Видать он дно. Представь себя. Дно видать. Ну и с колодца вода. Не брони. Вот шарик. Так что в деревне жить это одно удовольствие. Человек распоряжается во многом сам. У него как у пророка Ионы. Спасается где. Залезет в конуру. Утром у него шторка закрыта. Комары не кусают. Репей. Там под мезон под сорочином. Это столбики в прошлом году напилили. Нынче тут начали и успели. Вот сегодня. Рубашку-то не нашел где-то давить. Свою стульку постирал. Опять все развесил. Опять надел. Говорят, вот богатства много ли человеку надо? Говорят, у Ивана Андреевича Крылова была кличка Обжорка. И он говорит, первая, самая большая тарелка, там блюдо. Первое, второе, третье, пятое, шестое. Он вздыхал в конце, выходил, крестился, говорил, да, много ли человеку надо? Его просили остаться какой-то там, ну, считайте, хигния, когда мне, у меня дома стерляжи уха. И так Обжорка стал. Самый популярный, самый умный поэт. Не Пушкин, не Лермонтов, Крылов. Когда его цариса пригласила, беседовала, она была поражена его разумом. И пенсион еще больше увеличила ему. И в жизни известно только два человека, которые при жизни испытали такую славу от народа. То есть, общее признание и любовь. Это Виктор Юго во Франции, масон, писатель, вот отверженность, из которой я Бога начал искать. И Крылов. Он стоял на балконе, второй этаж, а народ проходил и кричал, приветствовал Ивану, привет Иван Андреевичу. И так было из Гиго. Шесть часов подряд шел народ. Шел и шел и шел. Вот демонстрация была. Разве сегодня к какому-то президенту будут кричать? Да за шесть часов его сто раз убьют. Вот у нас русских людей, у меня многое им пользовался, Крыловым. То есть, он из простых вещей мог показать. Правда, басни из Опа, там Лефонтен, он переделал на свои. Но главное, это умница какой был. К слову сказать, вот смотри, мне нужно сейчас винегрет сделать. Вот здесь растет крапива двудомная. Вот эти вот листики. Сейчас я наберу их, потом найду. Вот это все промою. Такой винегрет сделаю, что не узнаешь. Перережу сам, никому не доверяю. Перетолку, добавляю туда сейчас одуванчик. Одуванчик обязательно. Часть немножко репья. Лук, чеснок, перо. И толкушкой перетолку. Мелко изрежу, перетолку, оно прям как слипнется все. И вот это вот витамины. Дети-то все здоровые какие, веселые. А это не от шоколадок. Любой, кто если судит нас за это, где сказать, а в бедности. Ну и что в бедности? Надо жить в бедности красиво и интересно. Я люблю это слово, азартно. Оно не евангельское, но о многом говорит. А то рядом здесь, дома, тут ничего нету плохого. У этой кошки даже не ходят. Вот. Где-то тут еще. Вот оно. Все пойдет в пищу. Сейчас только приду и сделаю. Линегретик. Так вот оно, молоча идет. Все это хорошее. Где-то и репей не вижу. Вон тот. А тут нигде нету. По-моему, здесь тоже есть. А, молодого. Ага. Вон он. Зеленая, трезеленая. Все. Вот она, крапивка. Только что начала расти. И чтобы глубоковато был, пойдем надо было стоить на пасынке, на железобетонном. И выкидать сюда. Все. Вот она, пожалуйста. Поехали обедать. Уже время. Мы едем обедать. Сейчас там я выпрошу луку возьму и щавели еще. Из шести. Вот сегодня я... Тут был чайник. Ты его взял? Да. Вот чайник вчера нашел, нашли у Любы. Пожалуйста. Рыбу брал. Все, уходим. Что-то у меня бутылка продырявилась. Ну да, дырявая. Вот ее опрокинь. И вон она капает. Видать. А я набираю воду. Это вот так вот вожу ее с собой. Из дырявой бутылки. То есть кто если возьмет, и только плюнет, и скажет, ну вообще, как люди так живут-то? Да так и живем, да радуемся еще. И сколько радости арталонат другие имеют. Вот смотрите, какие. Это бобер. У нас поселилось много бобров, как он выедает. Свалил. Вот некоторые не видели. Это вот он за раз. Вот это вот, и дальше он зубами трет, как долотом. Это я специально в Барнаулу лез показать. Некоторые в глаза не видели. Ну а маленькие-то эти, он их просто отпиливает, и все. Большие деревья. Все, поехали. Маленько открыто. Дивный Господь. Смотри, сейчас он как полезет.